Добрый день, уважаемые друзья! Очередное видео, весьма интересное. Всем привет! Изобретатель металлических сотов. Написана такая небольшая статейка. Для успешного развития пчеловодства и повышения ее продуктивности большое значение имеет обеспечение пчелиных семей готовыми сотами. Известно, что при использовании готовых сотов продуктивность пчелиных семей повышается на 40-50%. Поэтому пчеловоды стараются иметь суши, побольше запас, чтобы в свое время, когда медосбор, этот мед пошел не на отстройку овощины, а пошел для нас с вами. В этом смысле известный интерес представляет использование в пчеловодстве металлических сотов. Это журнал «Пчеловодство» 1960 год, номер 7. Как сообщает Рут, в Калифорнии еще в 1919-2020 годах было введено употребление алюминиевая овощина. Однако авторы не указывают, кто и где изобретал металлические алюминиевые соты. И поэтому создается впечатление, что идея использования алюминия для приготовления сотов возникла в США. В последнее время мне удалось установить, что пчеловод Чифталарян, армянин, который одновременно был хорошим слесарем, еще в 1911 и в 1912 годах собственноручно изготовил металлические алюминиевые соты, использовал их на собственной пасеке. В 1913 году в России в городе Филинс пчеловод Чифталарян участвовал в сельскохозяйственной и промышленной выставке, где демонстрировал свои металлические соты с медом. Соты вызвали большой интерес и товарища Чифталаряна, как автор, был награжден золотой медалью выставки с выдачей свидетельства, что он и Чифталарян изобрал также машину для приготовления искусственной вощины. Из обнаруженных нами материалов выяснилось, что в 1913 году после закрытия Филинс и сельскохозяйственной и промышленной выставки металлические соты были отправлены почтовой посылкой Чифталаряну, который, вскрыв ее, установил, что один ряд алюминиевых сотов кто-то снял. Вскоре после этого началась мировая война. 1914, Первая мировая и 1918 год. Чифталарян умер и таким образом у нас забыли о замечательном изобретении. Обнаруженные нами архивные данные показывают, что приоритет изобретения металлических сотов алюминиевых принадлежит нашему соотечественнику Чифталаряну, профессор Котоген, город Ереван. А сейчас я вам покажу, что это тут сфотографирована медаль, соты и свидетельство о выдаче его. Вот, пожалуйста, сейчас покажу вам. Вот, посмотрите, это вот медаль. Видите, вот эта медаль. Вот она, медаль с пчелкой. А это вот соты металлические алюминиевые. Видите? Вот они, соты. Вот они, вот это вот. Вот это кто-то слой выгреб их, как говорится, для эксперимента посмотрел, как оно произошло. А это свидетельство, удостоверение, что он их изобрел в 12-м году. Свидетельство. Видите, так его можно даже прочитать. Свидетельство. Итак, друзья, вот такое интересное изобретение было уже в те времена, так сказать. Еще одна небольшая статейка. Ликвидация райового состояния пчел называется. Уже несколько лет я успешно предупреждаю и подавляю райовое настроение пчел. Для этого пользуюсь следующим приемом. Из гнезда сильной семьи, независимо от ее состояния, райовое или нераевое, отбираю все соты и всех пчел. Вместо них ставлю пустые, даже не на вощенные рамки. Пустые, нету там вощины, ничего. Пусть просто рамки. Сверху гнезда накрываю фанерой. На него помещаю второй корпус со всем расплодом и с небольшим количеством молодых пчел, достаточным для выкармки расплода. Второй корпус должен быть с литком. То есть, чтобы пчелы, когда он поставил на второй корпус, ставят фанерку и ставят второй корпус с литком, чтобы пчелы летные могли слететь. Остальную массу пчел с маткой стряхиваю перед литком нижнего корпуса. То есть, пустой корпус ставят, перед литком стряхивают основную массу пчел. На второй-третий день пчелы начинают строить на пустых рамках пчелиные соты. Тогда я сразу даю несколько рамок с искусственной вощиной. А затем и зрелый расплод. Такая семья хорошо отстраивает искусственную вощину и дружно работает до конца сезона. Расплоды пчел из второго корпуса можно использовать на организацию отводков для подсиливания слабых семей, отдав им матку, как и самостоятельную семью можно использовать. Итак, друзья, обратите внимание, хороший метод, можно им пользоваться и предохранять семьи от роевого состояния. Если вы не хотите иметь роевое состояние, то, в конечном итоге, вы можете второй корпус соединить на медосбор. И семья за 2-3 дня, она уже начинает работать не как эта самая сидящая, думающая слететь, как на рой пойти, а уже как семья, которая настроилась работать. Итак, друзья, до встречи, до следующего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем ваших комментариев. Удачи вам всем! Субтитры сделал DimaTorzok